Здравствуйте! В эфире программа «Агрокурьер». Смотрите сегодня в нашем выпуске. Корабли в моей гавани. С Толесинского причала возобновилась водная отгрузка агрокультур. Первые партии самарской пшеницы отправились к далеким юго-азиатским берегам. Куда падает яблоко от яблони? Садоводы Сергиевского района видят будущее в глубоком переделе фруктово-ягодной продукции и делают ставку на ее экологичность. Эти корабли в Толесинской гавани – самые долгожданные гости. После затяжной паузы в связи с пандемией коронавируса элеватор «ЖИТО» возобновил свою миссию – отгрузку агрокультур водным путем. Это единственный зерновой хаб в группе компании «Синка», имеющий возможность доставить продукцию в любую точку мира. Эти корабли держат курс через порт «Кавказ» на Таиланд. В рейс отправится более 4000 тонн азимой пшеницы – нового урожая. Наш элеватор – он вообще единственный в группе компании «Синка», который имеет два причала и имеет возможность одновременной загрузки двух судов с наших причалов. Вода открывает большое количество возможностей для отгрузки за рубеж большого количества продукции, поэтому да, это выгодно. Многолетний опыт работы с нашими покупателями, которыми мы грузим неоднократно и не первый год, не по одному судну ежегодно, доказывают их положительные отзывы о том, что качество нашей продукции подтверждается не только нашей отправляющей стороной, но и принимающей стороной нашими покупателями. Элеваторно-мельничный комплекс способен единовременно хранить более 100 тысяч тонн продукции. Сырье, будь то пшеница, либо подсолнечник, проходит тщательный входной контроль, проверяется в лабораториях и хранится с соблюдением всех необходимых норм. После заявления нашим покупателям желаемого качества той партии, которую он хочет приобрести, мы, естественно, на входе еще перед приемкой зерна на элеватор проверяем входящее качество, закладываем согласно этому качеству элеваторные банки, урожай, и после этого уже сформированные товарные партии загружаем выбранный вид транспорта нашим покупателям. В этом году группа компаний «Синка» заключила несколько контрактов. Всего в их рамках за рубеж будет отгружено более 50 тысяч тонн пшеницы и бобовых культур. Жито – не только отправная точка о выполнении регионом нацпроекта по экспорту. Это своего рода место силы, где аграрии могут быть уверены в сбытии своего урожая. Уже сейчас в регионе собрано 2 миллиона тонн зерна. Этого хватит, чтобы полностью обеспечить внутренние потребности и поставить продукцию в другие страны. Сады приносят райские плоды и, как известно, украшают землю. Хозяйство Сургутска из Сергиевского района вот уже 90 лет с теплом и заботой выращивают полезные и вкусные витамины. И в свой юбилейный год преподносит как себе, так и жителям настоящий сюрприз. Ароматные плоды с самого древа жизни так и просят – сорви меня. Сладкие, с кислинкой, хрустящие и плотные на любой вкус. Здесь не ждут, пока яблоки упадут на голову, как в случае с Ньютоном. Чуть недоспевшие фрукты снимают вместе с плодоножкой и аккуратно помещают в ящики. В Сургутском уже собрано более 100 тонн летних сортов. Фруктовый Эдем дарит только экологически чистую продукцию. Минимум обработок, все тепло и влагу сады получают от природы. Потом, когда высаживаем в сад, также продолжаем за ним ухаживать, поливать, делать зеленые операции, обрезки. То есть до конца жизни яблони будем ухаживать за ним, как за ребенком. Вся продукция под брендом Яфа расходится с колес. Хозяйства за яблоками едут со всех районов области и даже из других регионов. Год для садоводов выдался урожайным. В планах собрать свыше 5000 тонн яблок. Разработан пятилетний план по омоложению насаждений. Ежегодно здесь намерены вводить не менее 20 гектаров молодого интенсивного сада. Наша продукция узнаваемая, наша продукция экологичная. Наша продукция проходит и добровольную сертификацию, и самое главное, нашу продукцию любят наши потребители. Сургутская славится не только райскими яблочками. Здесь под открытым небом работает ягодный конвейер. Выращивают десятки тонн земляники и черной смородины. Витамины реализуют вживую и в переработанном виде. На полках магазинов появилась новая продукция. Протерты и замороженные ягоды, а еще варенье, сделанное по старинным рецептам. Консервантов нет в нашем продукте. Все настоящее, все натуральное, стопроцентный продукт. А теперь бренд Яфа станет еще узнаваемым как символ натуральности. На нем появится региональный знак качества «Самарский продукт». С решением члены комиссии в областном Минпромторге долго тянули, пока дегустировали вкусности. Единогласное мнение – такие сладости полезны всем. Есть земля, значит и стоять на ней нужно крепко. С такой философией подходят к своему главному делу жизни супружеская пара Сергея Михайловича и Ларисы Алексеевны Евчик. 14 лет назад они ступили на фермерскую стезю. И за это время хозяйство стало гордостью Похвестинского района. Хозяйствуют разумно, постоянно учатся новому. Трудностей хватает, а нет их, как известно, только у тех, кто ничего не делает. Постоянно учусь я, не только сам. Это я не стесняюсь спрашивать, хотя я уже довольно так и донико. Я постоянно советую с молодыми специалистами, а не более так. Где-то я ездию, учусь, перенимаю опыт, пробую, спотыкаюсь, опять пробую. И на этом как бы нахожу оптимальные варианты и работаю. Если бы не было бы такого дружного, сплоченного коллектива, то, возможно, не было тех результатов, которые добиваются крестьянское первичное хозяйство. И корректив у нас действительно очень слаженный, собранный, можно даже сказать, мобильный. О рабочей хватке и смекалке Сергея Михайловича знают многие односельчане, и не только они. Порядок и дисциплину ставят во главу угла, а потом уж агротехнологии. Оттого и работники профессионально к делу подходят. Сергей Михайлович все построено, говорит, на высшем уровне. Как человек, он, говорит, это сознательный, трудолюбивый, как говорится, всегда постоянно в движении. Люблю в поле работать, на комбайнах, шофером, на КАМАЗе вот тоже работаю. Ну, так, в первую очередь, конечно, заработная плата. Все устраивает, зарплата стабильная. В хозяйстве на постоянной основе трудится 12 человек. В жаркий сезон страды коллектив растет численно. В КФХ имеется вся необходимая техника, которую ежегодно стараются обновлять, повышая производительность и комфорт. К севу о зимах в этом году приобрели в лизинг на выгодных условиях новейшую модель трактора «Кирюша». Хорошо на нем. Все, кондиционер есть, шума никакого нет. Почти в кабине. К земле здесь относятся рачительно. Строго соблюдается севооборот, применяются средства защиты, оттого и получают хорошие урожаи, зерна и подсолнечника. Провести посевную в сжатые сроки в этом году во многом помогли вовремя полученные субсидии и кредиты. Еще одно важное направление семейного тандема Сергея и Ларисы Евчик – животноводство. Пока свыше 400 голов мясного скота на вольном променаде, фермеры уже позаботились о сытной зимовке своих любимых белоголовых казашек. Они нагуливают бока на этих вот наших красивых лугах и холмах. Тут вот как раз и естественно они на воле, тут им все дышится хорошо и, как говорится, коровы радостные. И мясо получается нежное такое, замечательное, вкусное. Фермер – это сила, и здесь нет ничего высокопарного. КФХ Евчик обеспечивает продовольственную безопасность региона и выполняет социальную задачу. Дает рабочие места, участвует в благоустройстве глубинки. Развитию хозяйства во многом помогает областная поддержка. В первых ответствах не только за коллективы, мы ответственны за свою землю, за свой район, за свою Самарскую область, которая во главе с губернатором Самарской области, который министром сельского хозяйства, который нам оказывает максимальную поддержку в нашем нелегком труде. Ну и естественно местным властям, то есть это глава районов. Для сегодняшнего дня это как бы совсем другой уровень, совсем другая поддержка и совсем другое отношение к сельскому хозяйству. Все силы Сергей и Лариса Евчик черпают в труде на благодатной земле. Вот и дело спорится. Родные поля и домашние стены помогают, а остальное сложится, было бы желание. А его у супругов с лихвой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова